Будда в городе подкаст пространство где можно дышать и говорить Галина, включайтесь, вы у меня на экране Доброе утро, доброе утро, Валера, доброе утро, группа По практике сегодня в самом начале, когда со зрением мы делали, ваши инструкции были Как мне не хотелось концентрировать внимание позже Я же себя поймала на том, что зрение, зрение концентрировать Вот так легко скользить взглядом, просто так, по поверхности И не вовлекаясь, не вмешиваясь А как сконцентрировать взгляд где-то на какой-то вещи Я же поймала на том, что я начала хмуриться Делать какое-то усилие Как-то оценивать, нравится, не нравится И так мне не хочется концентрировать свой взгляд на чем-то Нашла какой-то потом изгиб приятный эстетический где-то И как легко не вовлекаться Размытый взгляд, как бы я есть, у меня нет И еще удобнее, комфортнее вообще закрыть глаза И лучше вниманием побродить внутри тела Вот с этим зрением у меня сегодня была такая штука Я поняла, что устала я просто уже смотреть на глаза Просто устали все это видеть И вот эта часть практики, где мы Ощущения в теле, потом слушание И зрение, да, зрение, слух и ощущение в теле Задача была вот найти вот этот вот Распределить равномерное внимание И тоже я отмечаю эти изменения, да, внимания Открыли глаза, уже все, все внимание в зрении И уже я ничего не слышу, а тело вообще давно уже потеряла И опять это усилие, чтобы нитирование И равновесие между слухом, вниманием, зрением И вот ощущением в теле, потом еще и дыханием Но самое интересное было, когда поступила инструкция Вот отпустить это все, да, вот уже отпустить И вдруг на протяжении какого-то времени Вот этот навык, который уже, ну, получается, нарабатывался По распределению внимания, слух, зрения, там, ощущения в теле, дыхания Он какое-то время, этот навык продолжается, он держится Это ощущение, вот уже нет задачи не прилагать усилия Просто все отпустить И вот это было интересно Ну, промежуток времени, как долго этот навык наработан и держится Вот, такие мне наблюдения сегодня Благодарю, благодарю вас Спасибо, Галь Знаете, вот по поводу этого взгляда Ну, вот опять это здесь, я, в общем-то, постоянно об этом говорю Что каждое наше упражнение, или там, мое предложение, скорее Да, вот такое каждое мое предложение Оно действительно как предложение к исследованию И вот то, что вы замечаете, это как раз и важно, что вы замечаете Вот, ну, понятно, что вот когда вы даже сейчас сказали Когда мы смотрим, у нас могут быть множество интерпретаций самого смотрения как процесса Да, вот есть просто визуальный процесс Ну, вот смотрю, смотрю, вот воспринимаю Но вы также сказали, что я устала смотреть на все это То есть вот мы в этом метафорическое такой смысл есть Да, мы видим жизнь, да, мы смотрим на жизнь Если жизнь сейчас такая вот трудная и трагичная То это возникает усталость действительно большая Хочется закрыть глаза на все Вот хочется уйти куда-то, отвлечься от этого Но здесь вот как раз, когда мы встречаемся со всеми этими смыслами Мы можем как-то определять, а как, что И что я тут могу все-таки делать Вот, ну, один из таких важных уроков нашей практики, как мне кажется Ну, это вот то, что мы можем что-то делать Что мы не обязаны быть, ну, какими-то, знаете, тотальными жертвами вообще всего Жизни, в том числе своего сознания, в том числе своих переживаний Ну, что вот как-то все само происходит А я тут никто вообще, зовут меня никак Ну, я же не выбирал, что мое сознание, оно так устроено Я не выбирал этого Оно вот как-то так специально, оно сделано так Я не выбирал, чтобы у меня было две руки и две ноги Я не выбирал, чтобы я был человеком Много чего я вообще не выбирал И то, что вот я вижу, да, вот я вижу Я вот не выбирал такое увидение И может возникать вот это переживание Что, ну, что ж такое-то, все время приходится Видеть и видеть Там осознавать и осознавать Или что-то делать и делать И оно как бы, когда вот приходится именно А вот в этой практике тут получается такой вот Хитрый момент, что мы осознаем И замечаем, что у нас есть какой-то выбор Ну, вот, например, с этим Выбор как бы поиграть с этим Да, вот не одним способом что-то сделать Ну, а как минимум там у нас есть два А может больше Вот даже вот когда мы смотрим Можно смотреть фокусированно, а можно отпустить О, уже какой-то выбор Я уже могу что-то тут делать, выбирать Как мне это делать То есть не просто То есть вот смотрение как факт Он есть Но внутри смотрения У меня появляется выбор Как мне смотреть Это как вот, ну, вот я тоже об этом рассказывал Как вот я когда работал массажистом Там тоже у меня всегда есть выбор Как мне трогать человека И мы ведь, ну, это не обязательно быть массажистом Это вот мы как-то вообще трогаем друг друга по жизни Да, мы обнимаем там, да, трогаемся И можно так схватить человека Шлепнуть его там И вот я, знаете, я еще тоже занимался там йогой Достаточно долгое время Ну, я имею в виду, я и сейчас занимаюсь Но я имею в виду, что когда я ходил там Каким-то преподавателям, учителям В разные центры, там, в разные школы И вот такая индийская традиция Во многом, я заметил У меня было странно Почему они так вот ведут себя Эти учителя Они причем, там, скажем Ну, вот Например, украинская школа Очень развитая школа йоги Там от Сидерского И много учителей йоги в Украине Ну, российская, я в России жил Но они, если они перенимали Вот у индийцев вот Все, то они перенимали В том числе способы касания И вот, например, учитель Этот тренер подходит И он начинает как-то вот так Они так как-то шлепали Они вот шлепают часто вот так Вот такой вот Ну, это такой индийский способ Вот они вот Вот если с индийцами знакомы У них вот Все движения такие Вот это вот И вот они так вот шлепают Я думаю, зачем они шлепают? Что в этом? Как бы это как-то обидно Как-то неприятно это вообще Но это просто такая вот привычка Что если надо касаются То вот так касаются Они как бы с добротой Может касаются Ну, значит, что хотят Но вот само это шлепание Само это жест Он вот как-то переживается Какой-то не очень приятный Ну, в моем восприятии А можно же, ну, как-то Делать то же самое Поправить позу Но просто по-другому Войти в этот контакт Вот не отрывисто вот так А вот так Как-то Мягко Можно Как бы Ты сделаешь то же самое действие Ты поправишь позу Человек Или в массаже Да, можно Как-то вот так В него Внедряться сразу же В это холодное Неразогретое тело А можно начать Сначала так вот Ощупывать его И вот если мы это Распространим на Очень разный Разный контакт Как я контактирую Как я Беру какой-то объект Я его схватил И что-то сразу Так, ну-ка Чего там Ага, открывается Вынимается Функционально так вот А если А могу я начать Его как-то так Щупать Осматривать На это уходит время Понятно Да, чуть больше Но это же Создаёт другое Переживание Контакта С вещью Там С человеком И вот если На сам Акт смотрения Тоже Как я смотрю Я могу как бы Цепляться за эти объекты Так Что-то с ними Сразу Даже взглядом Уже начинать Что-то делать с ними Манипулировать взглядом Так, ну-ка Вот А могу так Как-то Коснулся Как Как-то так Здравствуй Дверная ручка Ага Побыть Отпустить Пойти куда-то А вот стул Тут И в этом Вот есть Я даже Может быть Я Может даже В это воскресенье Можем попробовать У нас Вот разные Есть же Воскрес Медитации Выходного дня Вот Например Взаимодействие С такими Вот объектами Я просто Сделал Такой специальный Ретрит Называл Назвал его Как же его Назвал Как-то Я его назвал В общем Он был Про вещи Про то Как вот Как мы Контактируем С вещами Вот Там Частью этого Ретрита Была уборка Просто уборка В доме Но Собственно Как эта уборка Происходит Вот Как мы Касаемся Вещей Да Как мы С ними Встречаемся Как мы Там много Аспектов Там есть Аспект Ну вот Такой вот Таковости Встречи Ну вот Что есть Я И есть Это вещь Просто как Как нечто Такое Даже Трудно Называемое А есть Как раз Аспект Вещи Как называемый Как какой-то Истории Как она Вот попала Ко мне Вот я Вот эта Коробочка С наушниками Я помню Как я Покупал То есть Я ее каждый день Там доставить Наушники Так что у меня Какая-то уже Такая Длительная История Отношения С этой Вот Штучкой Кто-то Ее сделал Опять же Люди Спасибо им Ну то есть Какая-то Вот Все это Здесь И эстетическая Часть Вот Я часто Поминаю Там Какие-нибудь Стулья Ван Гога Или его Башмаки Там Да Вот Когда он Рисовал Он рисовал Вот такие Стулья Башмаки Старые И мы смотрим Ну То есть Ну Вот Башмаки Это же Не какая-то Там Распрекрасность А старые Собственные Башмаки Но мы Смотрим На это Видим Что Это Это Произведение Искусства В этом Есть эстетика А ведь Можно Так На реальные Башмаки Посмотреть На свои Собственные Вот В общем Идея такая Что у нас Резюмируя Весь Это мой Спич И что У нас Есть Ни один Способ Смотреть Ни один Способ Трогать Ни один Способ Входить В контакт С чем-либо С внешним Или с внутренним И вот В практике Можем Это Обнаруживать Если Есть Несколько Способов То мы Можем Их Менять И можем Как-то Так Сонастраиваться С С реальностью И тогда Может быть Мы будем Меньше Чувствовать Себя Жертвами В том числе Вот самых Ужасных Трагических Событий Которые Происходят С нами В нашей Жизни Если Мы Будем Специальным Образом Как-то Касаться Тоже Это Такой Вопрос Само Исследования Да Я Благодарю Да Но Вот Именно Для Меня Это Открытие Я Поняла Насколько Я Обовлекаюсь Когда Моё Зрение Начинает Концентрироваться То Я Уже Я Уже Ну Тоже Как бы Вмешиваюсь Даже В это Но В то же Время Есть Еще И отклик Вот Вот Например У меня Это чашка Я пью Просто Подошла И выпила Воду Она была Просто Инструментом Тут Оказывается Есть Птичка В этой Птичке Есть На крылышке Есть Сердечко Я не Видела Этого Никогда Я увидела Только Сегодня Благодаря Вот этой Концентрации И теперь Когда Я Просто Этот Глоток Воды Это Уже Через Эту Птичку Она У меня Поет Через Эту Кружку Это Уже Даже Совершенно Другой Глоток Воды И Вот С одной Стороны Это Вовлечение Но Это И Какой-то Процесс Взаимный Благодарю За практику Вот Еще Тут Добавлю Тогда Просто Как раз Этот Принцип Вот В этих Ретритах Своих Я Предлагал То есть Вот С вещами А еще У меня Был Ретрит С Искусством Искусство Где Я Взял Тоже Идею Как Же Звали Ты Забыл Я В общем Искусствовед Женщина Искусствовед Она Преподает Искусствоведение И она Начинает Свой курс Для студентов С такого Задания Что Она Предлагает Даже Не предлагает А Велит Идти В галерею Или В музей Выбрать Там Произведение Искусства Которое О котором Они Ничего Не знают И Пробыть С этим Произведением Искусством В течение Трех Часов Не Отрываясь Не Уходя Ну Там Не знаю В туалет Можно Наверное Отойти Но Вот Как Быть С этим Произведением Искусства Записывать Свои Мысли Чувства Что За это Время Приходит Три часа Сидеть Вперевшись В какую-нибудь Одну Картину Или Один Какой-то Скульптуру Или Что-то И Смотреть И Смотреть И Смотреть И Это Как Она Говорит Болезненно Долго Три часа Сидеть Но Это Очень Важный Может быть Опыт Такого Контакта Это Как Она Назовет Immersive Intention Когда Внимание Начает Погружаться В это И Начает Распаковывать Распаковывать Историю Вы Пили из Чашки А Сердечко Не Замечали И Как Можно Много Увидеть Когда Ты Три Часа Вот Если Три Часа Вы На Чашку Будете Смотреть Это Вообще С Ума Сойти Что Там Обнаружится Но Это Как Раз Уникальность И Здесь Время Время Имеет Значение Понятно Три 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 Часа Может Не Надо Но Чуть Чуть Сдержаться И Побыть Чем То Оно Раскрывает Реальность Раскрывает По-другому Наши Переживания Которые Которые Контакт Настя Я вижу Большая Ценность Того Что Мы Так Собираемся Причем Что Мы Как Так Каким-то Определенным Составом Собрались Непонятно Как И Первый Год Наши Встречи Какие-то Были Такие Очень Странные Турбулентные Мы Как-то Не договаривались То есть У нас Не было Терапевтическая Группа Но Мы Постоянно Собирались Как-то Не договариваясь Постоянно Какие-то Сложные Темы Затрагивали Постоянно Изучали Реакции Как Я Реагирую На тебя Когда Ты Так Говоришь Как Ты Реагируешь Как Я Могу Среагировать На твою Реакцию Как То На Подсознательном Уровне Нам Мы Видели Наверное Ценность Такого Контакта Я Вижу Когда Я Вижу Твою Реакцию Я Вижу Свою Реакцию Как Я Могу Не Пойти За Своей Реакцией Как Я Могу За Твоей Реакцией Увидеть Тебя Самые Сложные Темы Аборт Например Одна Девушка Сделала Два Аборта Другая Девушка И Видеть Друг Друг И Понимать Друг Друг В общем У нас Был Первый год Очень Турбулентно А потом Мы Научились Видеть Друг Друг Не Реагировать Принимать Размещать В пространстве Все Свои Чувства Не Оценивать И Для меня Этот опыт Что У меня Есть Такой Круг Одна Из Важнейших Драгоценностей В моей Жизни Потому Что За счет Того Что Мы Не Договариваясь У нас Случился Такой Опыт И Мы Все Время Вот Так Встречались И Видела Как Меняются Мои Отношения С мужем С детьми На Работе Постоянно Появлялось Честное Свидетельствование Я Честно Свидетельствую Тебя И Честно Свидетельствую Свою Реакцию На Тебя И Я Тебя Вижу Я Тебя Слышу И Как Не И При Со Вчера Думала В мирное Время Чаще Всего В баньке С большим Дубовым Столом Со свечами Цветами С зеленой Лужайкой С вениками Для бани В общем Все было Красиво С вкусной Любимой Едой Поэтому Как-то Встречаться Со всем Каким-то Некрасивым Вдруг Дружки В себе Было Легче А сейчас Военное Время И сейчас Вот Мы с вами Не оффлайн А онлайн Безвкусные Не знаю Любимой Еды В очень Такое Тонкое Болезненное Время И то Что Я вчера Смогла Все озвучить И Встретить Тоже Не оценку Какую-то Не знаю Не еще Что-то Тоже Честное Свидетельствование Для меня Это было Вчера Очень И очень Ценно Потому что Одно Дело С Любимыми Женщинами В тесном Контакте Где-то В красивом Комфортном Месте Другое Вот Так И то Что оно Есть И все равно Так возможно И возможно Даже военное Время Возможно Когда все Рассоединяется Даже Самыми Неприятными Чувствами Оставаться Вместе И не Рассоединяться В общем Для меня Вчерашний Опыт Был Такой Ну Мало Того Что Очень Важно За счет Того Что Все Это Случилось И Другое Конечно Это тоже Важно Можно Сказать Не так Я ощущала Злость Я сжила С ней Я наблюдала Мне было Неприятно Я злилась На эту Злость Я пыталась Найти Как-то Выход Не знаю Ездила На велосипеде Ходила Бегала Спортом Занималась В общем Пыталась Найти Выход Не получалось Как будто Надо было Какой-то Иной Способ Помогло Разместить Среди Вас Причем Что Мы Не договаривались Что Какая-то Терапевтическая Группа Но То Что Можно Было Это Сделать То Что Можно Было В ответ Получить Слово Поддержки Для Меня Это Очень Значимо Поэтому Вчерашний Опыт Он Прям Такой Еще Одна Важная Жемчужинка И За счет Того Что Военное Время То Она Еще Более Ценная Поэтому Хотела Спасибо Сказать Всем Вам Я Специально Включила На ноутбуке Чтобы Видеть Всех А не Только Четыре Фотографии И Спасибо Влера Вам За то Что Вы Тот Кто Может Держать Все Это Пространство Спасибо Что Вы Объединяете Таких Людей И Вот Мы Тут Все Вместе Собрались Все Вместе Можем Поплакать И Порадоваться Тому Что Есть Спасибо 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 Да Потому Что Чувствовала Зло 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 Потом Раз Ее Нет И Получается Что Можно Разместить И Не Ходить Дальше С Болью И Не Болеть На Других Да Вам Ну В общем Мы Тантрические Ну Неотантрические То Что Назвестно Неотантры И Конечно Это Был Ну Я Был Мне Было 20 Там С Небольшим Лет И Для меня Это Было Какое-то Огромное Событие И Там Была Большая Группа Очень Человек 80 Наверное Вот И Ведущие Были Стрийцы Мужчины Женщины И Вот Значит Какой-то Был Глубокий Обще Тоже Ну Какой-то Глубокий Тренинг Такой Программа И В какой-то Момент Заговорили Об аборте А Ну Я не знаю Кто постарше Вы знаете Что в Советском Союзе Единственное Никаких Собственно Средств Этих Против Против Как Назвать Это Противозаточных Противозаточных Да Противозаточных Средств Особо Не было Поэтому Аборт Был Фактически Таким Единственным Средством И Это конечно Ужасно А сами Аборты Были Достаточно Такие Болезненные Ну В общем Вот Зашел Разговор Про это И Ведущие Попросили Всех Присутствующих Я говорю Человек 80 Был Ну Вот Мужчины Женщин Встать Тех У кого Ну Понятно Женщины У кого Был Реальный Аборт А мужчины Кто Был Причастен Да Просто Встать Показаться Ну И Стала Большая Часть Всего Вся Этой Группы Хотя Бо Раз Были Аборты У У нас А я Уже Был Тоже Я Был Молодой Но Я Уже Был Женат У нас Уже Аборта Не Был Выкидыш Ну Там Проблем Были И Ну В общем Вот Мы Все Встали И Вот И Оно Действительно Вот Этот Как Не Зря Баталии Этические Моральные Идут Происходит Уже На протяжении Всей Истории Человечества Аборт Вообще Можно Делать Или Нельзя Это Убийство Или Не Убийство Но В любом Случа Вот Эта Боль Когда Нерожденный Ребенок Который Как-то Начал Появляться И И И Это Как Нечто Незавершенное В душах Людей Остается Это Касается То О чем Ты Сейчас Сказал Некое Размещение Как Можем Разместить Чувства Переживания Того Что Уже Ушло У многих Это было Много лет Назад В той Ситуации Ну вот Эти наши Ведущие Они Предложили Похоронить Эти детей Здесь Устроить Такой Символический Ритуал И Это Был Какой-то Душераздирающий Процесс Все Перевели Просто Там Но Это Произошло Мы Интересно Все Там Похоронили Этих Детей Там Сделали Такой Свой Ритуал И Там Было Много Как раз Семейных Пар Ну Каких-то Партнерских Мужчин и Женщин Которые Живут Вместе Это Был Их Общий Процесс Вот Как У нас Было С женой Вот И Я Просто Сейчас Вспомнил Это Как раз Ну Во-первых Ты Сама Сказала Про Этот Аборт Во-вторых Что Собственно Сам Этот Способ Размещения Чувств Вот То Что Мы Здесь Делаем Это Тоже И Вот Ну Там Сказал Про Меня Что Я Держу Но Не Я Держу Это Пространство Мы Все Его Держим Вот Все Вы Кто Приходите Сюда Все Вы И Все Мы Его Держим Да Вот Каким Своим Соучастием То Что Вы Насте Рассказали Про Это Про Свой Процесс Что Люди Откликнулись Что Серьезно Что Не 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 Осудили Никак Вообще Не Пришло Никому В голову Наоборот Как То Поддержали Просто Откликнулись Мы Тебя Слышим Вот Это Это И Важно Это Тоже Ритуальное Пространство Такое Которое Мы Здесь Организуем Когда Я Там Говорю Про Ритуалы В Этому Но Они Могут Разнообразные Не Обязательно Какие-то Такие Изощренные Вот То Что Мы Сидим Просто В Определенной Позе В Определенное Время В Определенном Месте Это Ритуал В Котором Размещаются Наши Переживания То Что Мы Встречаемся Здесь В Зуме Вместе Это Ритуал В Котором В Встречаются Наши Тогда Нам Вот В Этом Пространстве Нам Бывает Легче Дать Чему-то Протекать Свободнее В том Числе Трудным Каким-то Чувствам Но И не Зря Какие-то Главные События Жизненные Мы Оформляем Ритуально Свадьбы Рождение Детей Смерть Какие-то Дни Рождения Мы Как-то Отмечаем Это Вот То То есть Просто К тому Что Опять же К тому Что Имеет Смысл Когда Если Мы Встречаемся С Каким-то Трудным Переживаниями Создавать Это Сознательно Как-то Думать Как я Могу Оформить Это Своё Пространство Где Я могу Это Вот Так Обнять Как-то Чем-то В том Числе Ритуалом Каким-то Сейчас Прочитаю Что Тут Дописали Серёжа Написал Сегодня Я Побыл Со Своим Нетерпеливым Ожиданием Автобуса Спасибо Настя Галина Настя Обнимаю тебя Не болеть На Других Она Как ты сказала Она говорит Говорила Говорила А потом Ну чтобы не болеть На других Да Я говорила Я не хочу Я просто Слышу Такие Что Такие Не болеть На других Спасибо Настя Для меня Тоже Это Очень Важная Галина Я Прочувствовала Когда Есть Какая-то Боль Внутри Для меня Это Была Злость Раздражение И мне Самой Было Неприятно Я Искала Способы Прожить Но Не Получалось Самостоятельно И Поэтому Вчера Почувствовала Важность Разместила И Теперь Можно Ходить И Не Болеть На Других И Тут Такой Момент Что Получается Я Компанию Девушек Мы Сейчас В разных Городах В разных Странах И не Можем Оффлайн В банках Встречаться Красиво Как раньше Но Эта Важность Размещать У людей Очень Вообще У всех Важность Есть Для меня Так Тоже Просто Такой Тонкий Момент Что Одно Дело Ценить Уважать Границы Других Людей Да То есть Я же Вчера Не знала Да Все ли Готовы Все это Встретить И со всем Этим Встретиться Поэтому Если Вдруг Я вчера Че-то Чувство Задела Я надеюсь Я не хотела Надеюсь Что Так Не случилось Тут Может Должны Быть Какие-то Договоренности Заранее Или Просто Если Мы Собираемся Вместе Мы Все Учимся Свидетельствовать Честно Может Поэтому Мы Чувствуем И Поэтому Может Я Почувствовала Что Я Могу Разместить Здесь В общем Спасибо За это Пространство Спасибо Настя Сергей Написал Настя И Валера Спасибо Что Поделились Своими Историями Ты Все Еще Автобус Ждешь Сережку Окей Владимир Вы Вижу Руку Приветствую Всех Меня Вчера Не было Отсутствовал По уважительной Причине Не смог Но Постриглись Я вижу Это Не было Причины У меня Просто Нероприятие Которое Мне придут Самому Вести Я Иногда Делаю Пиджак Стриг Стриг И так Далее Не часто Бывает Но Иногда Бывает Вчера Была Глубокая Практика Я Это Ну В какой-то Момент Я Даже Это Почувствовал Потому что Хотя Я двигался В машине Вот Это Мое Воображение Ну И я Внимательно Прослушал И посмотрел То что Было И меня Тоже Глубоко Затронул Ну И мне Кажется Что То Чем Говорила Настя Сегодня Это Очень важно Потому что Одно Из Больших Достижений Результатов Что Возникло Допростравство В котором Мы Можем Выражать Свои Чувства Безопасно Принимать Их Исследовать Их Идти В глубину Какими Бо Они Небыли А Чем Больше Мы Практикуем Ну Я Про себя Говорю Чем Чем Дальше Лез Тем Толще Партизаны Извините Может быть Сейчас Не очень Местно Мы Сталкиваемся Более Сильными И Очень Большими Энергиями Чувствами То есть Практика Это Не всегда Свет Тепло И Комфорт Очень Часто Когда ты Идешь Глубину Ты Сталкиваешься С С С С С С Важно Чтобы Было Пространство В котором Мы Можем Это Разделить Принять Получить Поддержку И В внешней практике Для меня Я Таким же Образом Как вы Галина Обратил Внимание На Изменения Которые Происходят При Переживании Пространства Покусировки На отдельные Вещи Я решил Поэкспериментировать И побыть С этим Более Широким Восприятием И Всю Практику Я Не старался Оставаться Получалось Как бы Само Я оставался Одновременно В пространстве Мое Восприятие Оставалось В пространстве И Одновременно На этом фоне Происходили Все Процессы И Это Дало Некое Новое Качество И Существует Это не Способ Это Может быть Не способ Не метод Когда мы Одновременно Присутствуем В пространстве И Очень ясно Точно Воспринимаем То что происходит Как бы В пространстве Нашего тела Как бы Потому что Тело В каком-то Смысле Условность Во внешней Ситуации Мы не Убегаем От Конкретики От Фокусировки Вот Это Дает Совершенно Новое Качество Присутствия У меня Были Разнообразные Опыты В том У меня У меня Родился Родился Ребенок С ДЦП Серьезной Родовой Травмой И для Того Чтобы Ему Помочь Это Были Поздние Советские Времена Практически И Не Было Остеопатии И я Пошел Учиться К Массажист Которая Специализировалась В центре И она Очень много Меня научила В том числе Вот этому Присутствию Как мне Странно А И я Еще После Практики У нее Я Встал На поток В детской Поликлинике Не Поликлинике И вот Это Непрерывный Поток Этих Детей Это От нуля До года Да С довольно Тяжелыми Травмами Которые Вынуждают Себя Присутствовать И включаться Всем С собой И тогда Уже Ты выходишь За пределы Техники И идешь Это был Очень сильный Для меня Опыт Ну Вот у меня Ребенок Который У меня родился Довольно Тяжелый Травм Уже Родил У меня Внука И все У него Хорошо Хотя Травма Была Очень Тяжелая Вот А Второй Опыт Он Связан С практикой Тысячан Вот Я Называл Одну Из ошибок Восприятия Это Фокусировка Залипания В точке Контакта Я могу Фокусироваться На руке На Не знаю На ударе Или На движении Противника Партнера Когда Я переживаю Все целиком И точку Контакта Тогда Моя Практика Совершенно Другой Градус Что ли И У меня Были Тоже Довольно Такие Ситуации Я тоже Скажу Ситуации Собственной Жизни Давние Когда-то Очень Давно Может Мы уже Не помним Были Карточки Карточные Автоматы В то Советское Время У меня Была Карточка Я Пошел Звонить Телефон А был Праздник Воздушно-десантных Войск И Город Был Заполнен Довольно Специфическими Людями Я Звонил Я Звонил Причем Своим Ростник Который Жил В другом Конце Планеты И Подошел Такой Здоровенный Десантник В Ботинках И Сказал Чувак Дай позвонить Подожди Я Разговариваю Мешаешь Тогда Он Я Взял И Я Хрупко Выстоял Выбросил И Стол Говорить Спокойно Мне это Настолько Возмутилось Я Так Ты чего Значит Он Меня Ударил Тогда Значит Вот Я Стал Его Бить Я Уже Умел Тогда Он Во-первых Пьяный Очень Тяжелый И Совершенно Чувствует И Мы Столес Не Драться И Он Очень У У него Была Видимо Какая-то Коронная Техника Это Прямой Удар Май Герри Киага Значит Прямой Ногой Вот И Я понял Что я С ним Ничего Сделать Не Могу Тогда Я Сделал Движение Трещань В ход Тогда У меня Произошла Вот Я Просто Вошел И Посадил Его На Шпагат Но Он С Этого Шпагата Не Встал Я Извинился Взял Карточку Ну Как бы Сказ Ну Я Не Стал Звонить Дальше Но Ушел Вот Я В этот Момент Я Слился С ним И По сути Делом Пропустил Его Энергию Значит Иначе Он бы Наверное Меня Убил Вот Я Почему Это Расскал Потому Что В этот Момент Тоже Одновременно Я Воспринимал Это Было Переживание Очень Когда Я Просто Воспринимал И Его И Движение Я Вошел В это Движение Я Стал Ему Спротивляться Вот Такая Такая Ситуация И Еще То Что Довольно Важно И То Что Я Большин Сегодня В В практике Не только Восприятие На всем Телом В каждом Внутреннем Переживании Как бы Внутреннем Переживании Потому Что Есть Телесное Присутствие Оно Тоже Очень Важно И Визуальных Объектах Во Внутренних Объектах Вот Спасибо Что Выслушали Мою Бессендарную Речь Спасибо Спасибо Так Сейчас Зачитаю Еще Значит Так Сережа Настя Валер Спасибо Что Поделились С вами Историями Анна Настя Спасибо Что Задеваешь Если Можно На Ты Мои Чувства Иначе Они Спят И Перестают Быть Живыми И Отзывается Тема Горя Про Нерожденных Детей Спасибо Что Это Было Сказано Сергей Настя По Поводу Задевания Чувств На Мой Взгляд Тема Ценно Взаимодействие Между Нами И Что Мы Способны Задеть Друг Друга Впрочем Анна Уже Сказала Близкую Вещь Галина Владимир Восхищена Вопрос А вы Записываете Свои Рассказы Я Записываю Все Что Здесь Происходит Записывается И Попадает В Ютуб Ну На самом деле Вы наверное Первый Кто их Слышит Я Особенно Не Публикую Свои Не Оставляю Следов Но Нет Я Их Сам Может Первый Раз Слышу Второй Окей Инна Я вижу Вы Тоже Давно Уже Руку Подняли Да Спасибо Огромное Я Безумно Благодарна Пространству Всем Участникам И себе Что оказалось В этом Пространстве Просто Как Преамбула Прежде чем Про Сегодняшнюю Практику Скажу У меня В эти дни Предыдущие Случились Истории Выпадания В многомерность Когда В моменте Я Ощущала Эту Многомерность Которая Могла Переходить С разными Пластами И форматами Вот даже Сейчас Когда я Слушаю Всех Участников Я Слышу Вот Эту Историю С Индус Йогом Где Возникает Культурный Пласт И Мое Представление Об этой Культуре И какой Частью Этой Культуры Я могу Быть Хлопом Другого Здесь Очень Много Таких Моментов И Просто Я Заметила Что Это Происходит Вот Благодаря Тренировке Которую Это Слишком Функционально Говоря Тренировке А это Наверное Про состояние Быть В этих Практиках У меня Есть Другие Поля Куда Я Выхожу Вот В это Состояние Быть Я Тренируюсь В генеративном Диалоге Чтобы Учиться Слушать Кого-то И Пытаюсь Соединять Вот Опыт Нашей Группы Вот В опыте Генеративности Говорения И слушания И Вот Почему Я Сегодня Заговорила Про Многомерность Я Просто Увидела Как Я В обычной Жизни Вдруг Вывальваюсь Меня Это Не Пугало Но С одной Стороны Было Ощущение Как будто Я Опору Потеряла То есть В практике Я понимаю Я пришла Конкретно Да Вот В это Поле Вот Это Прочувствовать Там В диалоге Тоже Это Все Соединилось Но Когда Это В реальной Жизни Происходит Это Такая Интересная Штука То есть Может быть Я сейчас Скажу Какую-то Такую Эзотерическую Мысль Но Я Наверное Еще Исследовала Возможность Физическую Обработки Объема Информации Поступающей Веденой Времени Насколько Мое Тело Готово И У меня Есть Вот Это Вот Сравнение Разницы Когда Я Отключаюсь От всего Изолирую Себя Нахожусь В состоянии Апатии И как Я теряю Силы И как Я потихоньку Приобретаю Эти силы Вот Оказываясь Вот В этом Объеме Многомерности Я это Делаю Постепенно У меня Была На старте Сегодня Странная Такая Готовность Я Включила Телефон И Первая Мысль Была Так Ну все Сейчас Будет Тишина Пойдем У меня Было Убеждение Что Продолжится Практика Вчерашнего Дня Вот Разделенная Повеха Потом Быстро Переработала В мозгу Думаю Блин А что Это Я Такое Почему Такое Возникло И тут У меня Возникла История Что Я иногда Могу Создавать Иллюзию И Иллюзию Какая-то Такая Вещь Потому что Я поймала Себя Что Когда Пошла В практику У меня До Восьми Часов Там Было Два Контакта Контакта Речевых Коммуникационных И Входя В практику Они Оставили След Это Вот Когда Смотрите На Солнце И Видите Еще Предметы Окружающие Закрываете Глаза Вы Их Продолжаете Видеть Как Следы Теневые Вот Эти Стороны И Вот Это У меня Осталось Внутри Думаю Блин Это Как Я Хотела Себя Обмануть Пойдя В Практику Чтобы Доработать То Что Произошло В Тех Контактах Вообще Что Будет В Течении Практики Я Заметила Как Я Действительно Выпадаю Положив Руку На Себя Первый Раз Сработала Моя Звуковая Наработка Я Поймала Себя На Том Что Практика Уже Пошла Дальше И Надо Было Руки Вернуть На Место Но Получается Что В Какой Момент Я Включилась И Слух Мне Напомнило Об Это А В Сознании Шли Какие-то Мыслительные Процессы Это Вот Я Для Себя Отметила А Дальше Решила Еще Отследить На Дыхании Была Точка Когда Вдруг Я Стала Ощущать Что Когда Я Опускаю Фокус Внимание На Что-то Сегодня Это Было Дыхание Я Зажимаюсь И Получается Что Я Не Обнимаю Дыханием А Как Устанавливаю Какой-то Контроль И Я Посмотрела Что Происходит Дальше На Сигналы Тела И Подумала Что Иногда Когда Я Слишком Пристально Нахожусь В этой Точке Своим Вниманием Мне Тогда Сложно Различать Тот Же Сигнал Тела На Своем Дыхании Я Обнаружила Что Пристальное Внимание И Контроль Я Не Додыхиваю Я Как Б Пытаюсь Красиво Дышать Если Совсем Просто Сказать Но У меня Тут же Возник Вопрос А Какое Мое Естественное Дыхание Может быть Я Вообще Не Додыхиваю Вот И Это Это Для Привычный Способ Дышать Я Просто Поняла Что В ближайшие Дни Это Для Меня Будет Способ Обнаруживать Это Потому Что Отпустив Тело Я Сразу Начала Зевать Это Первый Признак Того Что Не Хватает Кислорода Пошло Расслабление Я Убрала Эту Точку Контакта И Внимание И Вот Оно Двинулось И Ты Сегодня Сказал Там Вот Эту Важную Вещь Про Вхождение С тем Какого Качества Контакта Я Хочу Сейчас То Есть В практику Я шла Я Для себя Вот Это Не Определила Так же Как Это Иногда Происходит Когда Я Вхожу В Контакт С Миром В Контакт С Другим Я Пропускаю Вот Этот Предварительный Момент Подготовки Входа В Контакт Это Для Меня Оказалось Важным Про Многомерность Мне Почему-то Сегодня Свет Вылился В Историю С Волнами Именно Радио Я Вдруг Поняла Что Сегодня Мой Свет Был Это Какая-то Волна Которую Я Ловлю И Дальше Я Ее Отпускаю И Я Смотрела Что Происходит И Происходило Такое Интересное Ощущение Я Вышла За Пределы Комнаты И Я Чувствовала Знаете Вот Когда Идет Настройка Мы Все равно Настраиваемся Когда Входим В Пространство Я Вот Слышала Эту Настройку Гомон Голосов Пока Я Не Слышала Какую-то Основную Линию Свою Какую-то Свою Песню Какой-то Свой Звук Он Не Видим Не Слышим Не Осязаем Но Это Какая-то Волна Движения Воздуха И У меня Тоже Там Пошла Какая-то Отстройка И Я Понимаю Что В любом Контакте В любой Среде В любом Поле У меня Все равно Есть История С резонансом И История С настройки Я Ну Это Опять Точка Где Возможно Я могу Выбрать Как Например Вчера Я Не смотрела На экран Но Когда Начала Говорить Настя Я Ходила По Комнате И Я Прорыдалась Она Еще Не Говорила О том Что Она Плачет Но У меня Вот Произошла Вот Эта Вот История Со Слезами Я Очень Неблагодарна Что Дальше Был Развернут Диалог То Что Слова Было Обличено То И Вот В этой Точке Резонанса Вот Эта Серединность Того Что Звучит Во Мне И На Что Я Откликаюсь В Вне Вот Я Видимо Еще С словами Не Совсем Могу Это Оформить Чтобы Я Не Стала Чем То Другим Ну Это Грубо Как Манипуляция Да И Оставалась И Сама Собой Но С Другим Ну Вот Какая Такая Сегодня История Спасибо Большое Спасибо Ну Вот Это Как раз Мне Кажется Связано С Тем Что Это Ну Я Не Знаю Многие Об Этым Говорят И Я Там Сам На Ранних Стадиях Практики Медитативной Это Замечал С собой Что Насколько У нас Внимание Соединено С контролем Именно Да Что Если Я Направляю Внимание Мне Тут же Надо Что-то Там Подкручивать И Вот Это Та же Самая Ну Это И Метафора И Прямо Прямое Действие Что Если Я Беру Объект И Сразу Начинаю С ним Что-то Делать Ну Вот Это Как Раз Контроль Проявляется То есть Функциональность Функционирование Как Это Функционирует Я Знаю Что-то С этим Я Как Значит Субъект Действия Я Беру И Делаю С Этим Что-то Я Решаю Я Контролирую Второй Способ Взаимодействия С Этим Ж Это Начать Нащупывать Начать Изучать И Следовать И Вот Это Как Раз То Чем Вы сказали Последнее Самое Когда Есть Я Есть Это И Мы Входим В Какой-то Контакт Такой Вот Неспешный Из Этого Может Потом Родиться Мое Действие Но Оно Будет Нести В себе Какое-то Другое Качество Очень Часто Мы Переживаем Какое-то Мягкое Втекание В Контакт Действительно Продолжает Я Не теряю Свою Субъективность Я Не теряю Себя Как Действующее Лицо Но Тем Не менее Само Качество Контакта Другое Оно Какое-то Более Живое И Более Уважительное Что Это По отношению Ко всему К другому Как Живому Или Неживому Объекту Неважно И Точно Так же А ведь Если У нас Есть Привычка Контролировать И Манипулировать Всеми Внешними Объектами Точно Так же Мы Пытаемся Со Как Насильственное Действие Которое Не Учитывает Какую-то Динамику В этих Внутренних Процессах Естественно И Вот Поэтому То Чему Мы Здесь Фактически Учимся Через Эти Практики Это Входить В контакт С любым Объектом Внешним Или Внешним Учитывая Его Динамику Уважая Это И Дальше Уже Как-то Находя Какой-то Способ Взаимодействия С этим Менее Насильственный Получается Такой Вот Именно Через Диалог Фактически Как я могу Вести Диалог С этим Объектом Как бы Неживым Таким Точно Диалог С кем-то Своими Чувствами Своими Переживаниями Но Это Такой Большой Путь Собственно Через В том числе Через Наши Эти Практики Маш Ты Скажи Тогда И мы Будем Потихонечку Завершать После этого Да Я Хочу Поделиться У меня Большая Радость Вчера Произошла Ну Там Такая Длинная История Насчет Того Что С начала Войны Я Совершенно Была Не в состоянии Делать Метту Я Валер Даже Писала Жаловалась Что Не могу Я Как Кто-то Говорил Что Не может Чувствовать Благодарность Я Не чувствовала Этот Свет Вообще Там Пустота Была Ну да Там Словами Я Произносила Все эти Пожелания Но Какого-то Внутреннего Отклика Это Не вызывало Вот И Вот На выходных Вот Эта Практика Благодарности У нас Была И Вот У меня Возникла Благодарность Когда Я Прям Очень Как-то Ярко Почувствовала А Вчера После Вот Нашего Разговора Я Ходила Такая Какая-то Ну В общем Тоже Под Большим Впечатлением И Просто Села Еще раз Посидела Сама С собой И Ну Как бы Вот Ничего Не делала Вот Просто Сидела Да И И Вдруг Я Почувствовала Как у меня Прорастает Вот Это Вот Пожелание Любви Добра Радости К другим Людям И Мне От Этого Так Стало Хорошо И Я Вот Сидела И Думала Про Настю Про Вас Всех Про Всех Людей Кому Сейчас Трудно Ну В общем У меня Вот Родилась Такая Метта И У меня Такая Радость Вчера Целый День Была Я Ходила Прям С Этим Вы знаете Как Росточек Вот Такой Росточек Вот Он Так Выклюнулся Из земли Вылез Такой И Увидел Солнышко Вот У меня Вчера Такое Вот Возникло Так что Спасибо большое Всем Спасибо 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 Ну что Хороший Момент Чтобы Как раз Завершить На этом Окей Что же Давайте Завершим Спасибо Всем Что Вы Поддерживаете Это Пространство Приходите Делитесь Тут С собой Своими Жизнями Вот И До Завтра Завтра Будет У нас Без Без Моего Видения Так что Такое Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует